всем добрый день сегодня у нас очередная распаковочка на этот раз связано с ноутбуком Toshiba а более конкретно с блоком питания произошел тут случай если у вас есть маленькое животное типа кошки то вот она перегрызла блок питания в одном месте прям близко к самому блок питания можно посмотреть вот видим такое состояние кошка прогрызла блок питания оригинальный Toshiba вот представленную модель на 19 вольт 4.74 ампера вот такой блок питания и получилось не сказать что непоправимое но для быстроты замены понадобился блок питания который час вы наблюдаете у себя на экране в центре и данный блок питания тоже подбирался по тем же характеристикам которые указывают на основном питании пришло все из китая aliexpress доставка была непродолжительный от двух до трех недель пришло вот в таком состоянии ну помимо основных пакетах которые запечатаны для доставки возвращайте часть денег за покупки в алиэкспресс с кэшбэк сервисом летишопс это реальные деньги которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона будьте в тренде покупайте с кэшбэком от летишопс ссылка в описании внутри находился сам блок питания причем есть и более дешевые блоки питания где-то даже два раза может найти но чтобы не экономить был выбран данный блок питания и у него тоже предназначен он для 19 вольтовых устройств и 4.74 ампера стандартное блок питания единственное отличие если там был прямой штекер то здесь я взял угловой специально чтобы не мешался вот такой вот блок питания это вот сейчас мы его проверим при помощи тестера они которые есть на моем канале и есть еще второй вариант но это скорее всего будет следующий видео мы его восстановим оригинальный блок питания вскроем и припаяем данный кабель чтобы заменить порванный вариант и здесь тоже видео углового штыкера представлено данный кабель сейчас давайте посмотрим насколько вольт предназначен вернее сколько вольт выдает данный блок питания амперы конечно так быстро не проверю потому что нужно будет создавать специализированный стенд по которым измеряется при помощи этого тестера амперметры но хотя бы вольт и померяем насколько больше от заявленных характеристик но и заодно еще кабель прозвоним посмотрим есть ли обрывы нибометр нормально подставляется данный кабель или нет и так вот мы достаем наш тестер убираем наконечники все работает и давайте сначала прозвоним нет ли обрыва так вот на плюс и заодно узнаем где плюс минус ну вот у нас плюс все нормально и вот у нас минус тоже все нормально так сейчас мы подключим блок питания это я пока уберу чтобы не мешал подключили к розетке включили и давайте проверим сколько вольт выдает данный блок питания и вот как видим 20.56 на 1.56 больше и сколько это процентов да кстати замеряет вольтаж где-то 0.5 процента плюс 3 вот такие результаты мы получили кстати он может определять плюс-минус если мы вот так сделаем то покажет с минусами это не значит что вольтаж с минусами просто неправильно использовали щупы и вот так вот получили значение давайте теперь подключим ноутбук и посмотрим как себя будет вести с данным блоком питания так давайте подключать блок питания к ноутбуку тошиба для которого он был куплен и так как видим у нас все подключилось и работает единственно плохо что нельзя проверить амперы силу тока но для этого необходимо сделать тент чтобы ее проверить эту силу тока я вам продемонстрировал блок питания для устройств 19 вольт 4.74 ампера в данном случае он используется для ноутбука Toshiba A661EN со схожими характеристиками оригинального блока питания каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию предоставил вашему вниманию всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания и